доброе утро всем вам ребята ребята и ребятишки выезжаю я на локал когда-то я ночью такой груз делала похожий сейчас я вам все объясню минут на почту когда-то я ночью один раз такой груз делал у меня когда-то серебряный стрим сломался я делал такой груз был нужно два конверта кинуть все так объясню что вот моя резина я смотрю мне нужна лаймен сделать развал нормально пока еще не выедает но нужно сделать заняться столько делов какой груз я уже делал это какая-то ерунда как брейкер я не знаю помните вы не помните когда-то я выехал днем на ламб-вестерн там не делают режут картошку типа картошку режут на чипсы там на френч фай сделают картошку и там забиралась такая ерунда как будто как будто с рубильника брейкер и это самое я привез его тогда был ночью вы отдал этим людям но оказалось что он был не то это как бы летом летом было дело лет летом последний раз это мне недавно и что получилось что он не тот что они думали или новее или старее я уже не помню какой-то модель мне дали в общем не тот сейчас я еду забирать тоже с такой чипсовой фабрики типа не буду говорить чипсовой с картофель с картофельного завода и идет тоже на такой самый картофельный завод тоже я думаю какой-то будет брейкер потому что что-то очень маленькая 5 на 5 типа коробочка хотя там может быть любая запчасть электроника но я так думал что это какое-то что-то похожее а ехать мне до пикапа сто восемьдесят миль до загрузки и там груженых я даже не знаю честно сказать я даже не смотрел в этом мне еще сейчас нужно дадам поедать в мусор выгрузиться на мусор где я с гаража хотел забрать пару матрасов первым старое сиденье от спринтера положил пару ящиков старые принтеры своей офиса нужно это все на дам завести быстро лететь на пикап я знаю буду опаздывать или нет но это не страшно они там работают 24 часа сейчас вам покажу какой как американский мусорник работает там что там как у нас нас они его палят что не палится или железо они грузят в фуры грузят в контейнеры и где-то вывозят на на свалку там где перерабатывают металлы едет у нас дождь был ночью снежок такой меленький если посмотреть в поле я вам покажу смотрите туда вправо и наверх чуть-чуть видите белеет и вот по обочине видите белеет белеет немножко белее такой был снежок рано-рано утром сейчас 34 так что это уже второй как бы снег снегопад я думаю вот этот мужик тоже едет то же самое место куда и я еду тоже едет на там я зоев не буду тратить ваше драгоцентное время а и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, ребята, что я заплатил? 31,60. Вот, смотрите, видите? 31,60. Что получилось? Что? Берут 26 копеек за тонну. Или что это такое? А, 0.6 тонны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 она по я рисит положил чтобы расплатиться она смотрит гор 666 я говорю да она говорит ну некоторые номера типа нужно как бы пропускать я говорю я тоже согласен такой номер бы пропустить бы она говорит да потому что говорит в лифтах 13 этаж пропускают обычно типа 13 этаж пропускают ну не знаю суеверные такие люди знаете а мы все принимаем с верой так что будем кушать а 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 и и и и и и еле нашел их вот поэтому ребята нужен вам английский язык в этой работе здесь тяжело найти груз мой вот он вот это мой груз видели не знаю что такое for a wake up призем повара не знаю для робота я думаю какая-то камера так я понимаю это все можете они прав но так и все газуем отсюда выезжаю надеюсь мне бабуся откроет вот друзья вы постоянно спрашиваете сколько нам платят за такие грузы сколько нам платят не люблю я говорить сколько нам платят потому что каждому платят по разному за каждый груз разный и часто потому что мы в такой местности где груз как бы не часто выходит и к нему обычно нужно ехать кто знает куда постоянно как бы много пустых миль хоть кому до этого груза из-за этого получается что нам платят больше чем обычно на нем потому что ну кто за столько знает до груза ехать а потом после выгрузки все равно куда-то переезжать и те кто постоянно этим занимается брокера они это все прекрасно понимают и они знают примерно сколько это будет стоить а бывает стоимость не не влияет на то что скорость нужно как бы чем быстрее забрать тем быстрее завести очень часто мы их и не выиграем грузы постоянно такие как и это бывают резкие но может где-то кого-то находит может где-то какой-то бедолагой сидит три дня четыре дня неделю ждет свой следующий груз и как бы ближе чем мы но без разницы вот это вот штучка платит за ее 500 долларов мне круговую я не знаю ли правильно там посчитал мне мой диспетчер или нет четыреста семьдесят миль вроде что ли круговую с дому до пикапа и назад домой после доставки платится 500 долларов но это и пацан эти 500 долларов это еще не высчитывать никакая ну не высчитанная диспетчерская сумма потому что я сам сам я диспетчер мне они ничего не высчитает меня понимаете то такая вот сумма но если бы вы хотели бы же столько чтобы вам заплатили плюс диспетчерская сумма сверху то наверно будет больше поняли в чем чем разница в чем прикол потому что эти 500 долларов мне не нужно никакому диспетчеру платить и это уже как бы ну сумма такая так что я наверное поехал по любому цена получилась бы дешевле чем кто-нибудь другой потому что другой бы сказал бы мне 500 долларов плюс там еще нужно заработать как диспетчером понимаете а здесь я поехал сам на этот груз так что но диспетчеру и мы не платим так что такая вот цена и не то и мы не зарабатываем там лишнее не накидываем там ничего лишнего как некоторые думают там диспетчер зарабатывает столько же сколько водителей это все такое там это неправда никого не слушайте это неправда абсолютно неправда ну вот вы сами подумайте кто вам больше может заплатить чем 500 долларов за 150 миль но никто никакой брокер не будет вам платить больше чем такая сумма уже она и так бешеная сумма понимаете всего лишь 150 груженных миль платит 500 долларов за груз это я же говорю не каждый раз его и выиграешь так что такие дела вы знаете из-за того я не оглашаю суммы обычно здесь потому что где я забираю и куда я доставки делаю в этой глуши грузов каждый день не бывает а если бывает то бывает они очень дешевая потому что если кто-то как-то попал сюда по по не навыкам своим знаете попал типа думал что он или новичок или как знаете всякие люди я сейчас попал сюда в эту местность и думает что отсюда будет груз а его нету 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 а потом что-то выходит пару дней после то он за любую цену поедет уже лишь бы уехать и бывает что даже дешевле чем мы те которые хотим чтобы нам заплатили с дому и обратно домой понимаете в чем дело надеюсь вам это помогло разобраться как что что с чем все мчимся здесь дождик дома не было дождя здесь дождик до класс с дождя здесь до пузырьме до ляпы до Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот такая, ребята, выгрузка. Уже я здесь много-много раз был. И прошлый раз я был здесь, то была неудачная. Не в ихнюю пользу эта выгрузка. Потому что... Потому что получилось, что не то привез, не то мне дали привезти. Вот так вот все... Джерри Ли, вот расписалась мне женщина. Говорит, меня просили, типа, чтобы я утром сегодня ехала, забирала эту штучку. Но, говорит, я не согласилась. Не захотела ехать. Говорит, у нас людей мало, типа, нужно было быть здесь. Ну, вот такие вот дела. Так что, хорошо, что ей не получилось ехать. Благодаря ихнему неполучившемуся состоянию получилось у нас заработать кое-что. Так что, довольны, что есть. Желательно бы мне здесь найти сейчас эту самую место, где бы мне отбалансировали колеса. Мне, говорите, бородачи неправильно отбалансировали. И очень мне не нравится. Я хочу, может, здесь, в таком маленьком городишке. Опа. Проехал сильно далеко. Упс. Вот что получается, когда болтаешь. Когда болтаешь, е-мое. Нужно выехать не отсюда. Не знаю, откроет мне или не откроет. Картофельная фабрика, ребята, картофельная. Не знаю, может, звонок нужно пойти посмотреть или откроет. Мужчина мне рассказал, как надо, показал, то есть пальцем тыкнул Мекс, что нужно так, балбес, вылезай и тычь. Пальцем откроется. Здесь постоянно что-то меняется. Со временем что-то они меняют. Были раньше автоматические двери, которые только в офисе открывали. Чтобы никто, как бы, не уехал просто так и тому подобное. Ну, все-таки. Ладно, ребята, пока выключаю камеру. Мне нужно бумажку быстро отправить диспетчером. Или сразу уже брокером. Не знаю, сейчас посмотрю. О, здесь такое движение. И, ого. Теперь я туда. Туда проеду немножко дальше. Движение подальше. Сейчас все отправлю и все. И поищу. Не знаю. Ну, что, да. Посмотрите, что творит. Бстолковое. Непонятные люди, в общем. Поищу какой-нибудь шап, может мне по-быстрому здесь будет. Время кому-то отбалансировать опыта по колесам. Потому что мне не нравится. Как они. Такое интересное. Понятное. Все. Встретимся на следующем грузе. Мне уже пару видео нужно сделать. То было тихо. А сейчас опять движуха началась с грузами. Так что. Встретимся в следующий раз, ребята. Если еще не подписались, пожалуйста, сделайте доброе дело. На сегодняшний день. А завтра можете еще одно доброе делать. И так. Каждый день одно доброе дело ведет к большим многим добрым делам. И туда-сюда увидите, что все будет классно у вас скоро. Вот так вот. Ладно. С Богом.